Я умру, всю твою красоту, жизнь тебе даю, свою жизнь распитываю. Ой, какой ужас. Лучше штаны повыше поднять. Всем привет. Всем привет. И снова здравствуйте. Так, патчи меня спасут от моего не очень красивого вида. Ты сегодня панда? Да я не панда. Я не знаю, кто я. Как чувствуешь себя? Да, слушайте, нормально. Чувствую себя. Сегодня не было сонного паралича. Все нормально. Спалось прекрасно. Прекрасно. Спалось очень хорошо. Читала вчера на ночь кусочки из Библии. Очень-очень спалось хорошо. Только-только ваш предыдущий фильм досмотрела. Да, спасибо. А знаете, что вчера, короче, я вышла прогуляться с другом. У вас такое когда-нибудь бывало, что просто ноготь отвалился. Это вообще жесть какая-то. Я буду пить час пятый кофе. Господи, боже мой. Ты все еще на диете? Нет. Ну, я пытаюсь теперь пытаться правильно и самой готовить. Я тоже хочу, никак не начну. Ну, вот целую Библию. Слушайте, мне сейчас скинули сериал есть. Вот, я вам потом скину его. Кто никак не может начать читать, может посмотреть этот сериал. Конечно, страсти Христовы я вчера пересматривала. Но скажу, что в 15 лет, конечно, он на меня больше подействовал. Так. Отче, кажется, или толстая? А я не знаю, может толстая, может не толстая. Вообще, не вам помогают? Как бы. Зачем диета? Ты не набираешь? В смысле, диета просто правильно решила питаться. У меня нет никакой диеты. Потому что мне сказали, что у меня есть физиострит, и поэтому я кушаю стушеное, не жареное. А рыба. Корейские патчи. А тебе патчи помогают? Вот я вас спрашиваю, вообще патчи помогают? Я не знаю. Я их накупила и решила, думаю, что они у меня валяются. Сейчас я их применю на свои глаза. Сегодня отвратительная погода. Опять. Но я думаю, что я сейчас попозже поеду в зал. Не надо расслабляться. Сейчас мне надо намыть посуду. Это очень похно с посудомойки, я не знаю, как жуть. Так. На ПП можно максимум три чашки кофе. Лиза, будь осторожна. Ой, я обожаю кофе. И могу пить его ведрами. Ах, на ПП. Я не на ПП. Я более-менее пытаюсь правильно сейчас впитаться. Смотрела фильм после. Нет. Точно надо было. Нет разума. Нет. Ватсап. Был, привет, привет. Нет, еще не было. Часто моешь голову? Ну, раз в два дня мою. Так. Где свет лучше? Присядем. Три шестерки, боже. Нас преследует. Так, куколка, привет. Слушайте, так хочется сладкого. Но я решила не покупать себе ни шоколадки, ничего. Хотя очень дико-дико хочется. Я вам так скажу, что у меня уже два... Сегодня какое число? У меня уже задержка 20 дней. И мне безумно, видимо, должны пойти. И мне очень хочется сладкое. Я с ума схожу, не хочется. Но я купила бананы. Еще сегодня мне должны привезти фруктиков. Всяких разных. Черешни. Не сдаюсь я. Я подумала, раз я четыре дня выдержала сидеть просто на белках. Я не буду есть много сладкого. Немного до 12 можно сладкое. Да, если ты просыпаешься до 12. Если ты просыпаешься... Ну, сегодня проснулась в 11. Я не могу. Посоветуй шампунь, Лизок. Слушайте, я не знаю. Мне кажется, шампунь... Вообще, если честно, я так скажу. Шампунь... Я не вижу разницы. У меня были шампуни мега дорогие, средние и дешевые. Какой-то мне нравился шампунь. По-моему, Сибирика с облепихой, я помню. Он мне действительно подходил. Мне нравился. Он недорогой. По-моему, там, 300 или 400 рублей стоит. Ну, честно сказать, разницы я не заметила в шампуне. А вот маска, бальзам, да. Здесь нужно, конечно, получше выбирать. 20 дней задержка. Ну, да, потому что у меня была высокая температура. Мне сказали, что это нормально. Могу ли я знать, что это просто возможность для меня? Не пожалею об этом. Лиза, ты одна живешь? Можно сладко? Как можно воскресаться? Только фотография. Калории, вот так. Я не считаю калорий. Я не сижу на диете. На диете я уже покушала. Был сухой шампунь. Был, но чуть последний, который я купила, мне не понравился. Я им даже не пользуюсь. Могу сказать, когда прикрасилась я только в белый цвет. Волосы сухие. И поэтому можно неделю ходить с вкладкой, но используя при этом сухой шампунь. Вот. Вы будете выглядеть прекрасно. Ржу гуашь. Что у меня под глазами? Девушка, вы живете в 21 веке и не знаете, что у меня под глазами. Вот это поржать могут сейчас 800 человек над вами в эфире. Будешь шруться, краситься? Думаю. Не знаю. У меня, знаете, во-первых, перед этими днями каждая из нас мечтает что-то с собой сделать. Я уверена. У меня всегда так было. Все. Вот сразу я хочу перекраситься, поменять прическу. Нет, наверное, я не буду перекрашиваться. Я думаю, что это просто ПМС. Вот. Что у тебя под глазами? Вы серьезные люди? Я не верю, что вы не знаете, что у меня под глазами. Подедешь на курорт этим летом? Еще куда-нибудь? Вообще собиралась, но у меня сейчас другие дела. И знаете, что надо много работать, чтобы потом хорошо отдыхать. Пока не планирую. Это точно. Потому что у меня дела. Патчи. Да. Как избавиться от прыщиков на лбу. Слушайте, есть хорошие мази, которые вам помогут. Сходите к врачу, дерматологу. Он вам назначит лечение. Зинелит вроде помогает еще. Он гормонально может помочь вам один-два раза, потом не будет помогать. Наверное, под глазами спрашивают. Или мужчина. Мне нравятся твои волосы. Спасибо. Фамилия настоящая. У меня Трианда Фелиди. А что такое патчи? Патчи. Ну, зайдите в интернет, почитайте. Типа убирают мешочки под глазами. Что-то там разглаживают. Но сейчас мы будем син-салабим. У Лизы. Пожалуйста, все это. Муж изменяет, что делать. Ну, либо вы принимаете это, либо вы не принимаете это. Если вы об этом знаете, и вы до сих пор со своим мужем, значит, вы принимаете это. Есть мужчины разные. Есть мужчины, которые изменяют не душой, а телом. У них комплексы, и они за счет этого самоутверждаются. Но при этом может любить вас одну прекрасную и единственную. Как всегда, приведу, я хотел сказать, своего любимого. Нет, он не блог, не мой любимый писатель, поэт. Который писал, все думали, стихи для его жены, а писал ему проститутка. И никогда в жизни он не докоснулся до своей жены и не спал с ней вообще. Он считал, что он ее любит. А секс он считал грязью и развратом, и поэтому предпочитал заниматься сексом. А еще ему нравились более изуродливые проститутки. Поэтому, знаете, я не знаю в этой жизни, как на некоторые ситуации смотреть, понимаете. Может быть, правда, действительно ваш муж вас любит. Ну вот, хочется ему гулять. Как отойти от расставания? Как отойти от расставания? Взять вот расставание, вот вы, и отойти. Вы сами отвечаете на свои вопросы. Просто отойти в сторону, заняться чем-то более глубоким и интересным. А знаете, самое интересное, что чем дальше, тем больше я прихожу к тому, что я, например, в данный момент не вижу себя ни с кем. И так хорошо иногда побыть одной, самой собой. И все силы, наверное, положить на свое развитие. Вот, девушки. Не обязательно гнаться, чтобы у вас был мужчина или муж. Вот эти стереотипы. Оставим для бабушек. Да, как дочка, сколько лет, ты прям юмористка. Да, я люблю юморить, очень. Если сейчас завис эфир, скорее всего, что да. Нет? Мария тоже в эфире. Что зависла? Как перестать ревновать? 50 папе, 55 папе, 53, 54. Вы сейчас в эфире с фильтром. Где такая кожа идеальная, сама по себе. Так, я не пойму, что-то виснет. Лиза, ты дочке деньги отправляешь? Мне некуда отправлять, потому что мой супруг мне не давал карту. Но я покупаю ей подарки. Наверное. Так, сколько мой муж мне давал? 5 тысяч рублей иногда. Ну, как бы, дорогие подарки. Нет, я не люблю никого сейчас. Норм? Все уже не виснет? Ну, значит, поехали дальше. Утренние вкуснятины. Только что увидела. Так. Нет, я не езжу на сюда. Вот. Утренние вкуснятины. Что это было? Тунец банки. Так, девочка, кто худеет? Ну, смотрите, я просто могу сидеть. Просто есть белки. А некоторые люди не могут, если вы работаете без углубодов, то вы можете добавить какие-нибудь отруби. Вот. Туда. Или на блендере сделать мелко-мелко овсянку. Тоже будет вкусно. Это получится больше такой рыбный пирог у вас. Я, может быть, тоже приготовлю как-нибудь. Так. У нас там создали, девчонки, группу. Затой называется. Затой. Так, Лиза, как ты можешь без дочки? Ну, как люди могут без своих детей? Наверное, так и я могу. Как ты подписана в Телеграме? Неважно. Почему на садовод не ездишь? Ты в теневом бане. Да, я сейчас в самом жестком теневом бане. И я за это заплатила. Причем деньги, чтобы мне обновили страничку, а меня закинули в самый жесткий бан. Ну, ничего. Мы справимся. Мы молодцы. Почему у нее дочка с папой? Разве так можно? Ой, ладно. А ты можешь сходу анекдот забахнуть? Могу, но я сейчас не хочу как точно готовить. Так. Слушайте, я просто перемешала сегодня яйца. Сбила яйца. Кто есть молочка, вам проще. С молочкой еще вкуснее. А если вы добавите сыр, то это вообще просто будет бомба. Отпад башки. Я не ем сейчас молочечку. Не употребляю ее. Поэтому я просто яйца смешала с тунцом. Вот. Поджарку сделала, но без масла. Но вы хотите, что хотите, добавляете, конечно же. Боже, мне приходят теперь эти сообщения. Я читаю вас. И читают мне сообщения. Приходят все это вместе. Тушите и получается вкуснятина. Мне 30. А что за бан. Ну, господи, тысячи раз его обсуждали. Честно, я уже даже не расстраиваюсь. Я вообще не расстраиваюсь насчет всего, что сейчас происходит. Погода плохая влияет, видимо, не только на меня, но и на людей вокруг. Нужно быть доброй ко всем, в особенности к своим врагам. Да, да, да. Именно так сказал Иисус. Кушай сейчас сладости. Могу банан сейчас съесть. Сколько тебе? Или я только что ответила. Сколько стоит квартиру снимать? Я считаю, насчет денег я не особо люблю говорить. Это не то, чем люди должны кичиться. Сколько стоит, столько стоит. Я же всегда говорю, что иногда, даже порой, что мы показываем. Ну, понимаете, это наша все-таки работа, Инстаграм, да. Чем больше показываем, тем лучше. Ну, все же. Иногда... Поскромнее хочется быть. Кариканда, что-то необычное, возможно. Необычная книга. Так, если посмотреть, я ее забрала. Я пока рекомендую. Пока рекомендую вам. Анализы сдавала. Да, я знаю, что у меня с детства неприносимые с лактозой. Ну, конечно же, я сдавала анализы на продукты, которые мне можно. Я могу сказать, что мне много чего нельзя. Мне нельзя мои любимые помидоры, например. Но я жить не могу без розовых помидоров. Между пивом и шампанским я выберу, конечно, пиво. Но сейчас я пришла к тому, что я не хочу выпивать алкоголь. В принципе, я его не выпиваю. Видите, у меня с федероном сказали, что все нормально. Ну, вот мы сидели, мне все предлагали при пивках. Как-то я отвыкла уже от пива, и мне его не хочется. Это подсаживаешься на дрожжи, на пиво. Вот, пьешь его, пьешь, потом тебе хочется еще, еще, еще. Пиваш, воу. Нет. Длинные волосы секси. Спасибо. Есть. Миру цимы, обо которой здесь пишут. Любишь кашу, часто их ешь. Я не сбрасываю килограммы. Я сейчас не худею, не собираюсь худеть. Я считаю, что я худая. Глядя там на видео, на фотографии, у меня длинные худые ноги. У меня есть, конечно же, слабые, я говорила уже, у меня вот слабое место, это мой живот и бока. Да, но не настолько все печально и сильно, если ходить в зал, это все подсушится. Просто не хочется, чтобы ноги худели сильно. Я, наоборот, хочу держать вес 55 и думаю, даже 57 и может 58 килограмм. Потому что раньше со стороны я смотрела на себя, и мне казалось, что я толстая в таком весе, прям жирная свинья. Но, знаете, с головой не в порядке было. При этом, что когда мне писали вы, мои дорогие подписчики, что у меня была анорексия, весила 42-43 килограмма, мне в зеркале казалось, что я была жирная свинья. Вот, это все идет отсюда, из головы. И сейчас я смотрю на себя и понимаю, что это просто полный бред, что я худенькая девочка, которой просто нужно подтянуться, подкачаться, потому что вчера мы смеялись, мы решили. Конечно же, целлюлит. Но целлюлит есть у девушек, которые занимаются в спортзале. Ну, причем с такой хорошей мышечной массой, знаете, с мышцами на ногах смотришь, а у нее целлюлит. Думаешь, ну почему? Потому что неправильное питание, все-таки экология. Надо правильно питаться. И вообще меньше пить кофе тоже, кстати. От точек на носу дома. Купить специальные полоски, их приклеиваешь, и ваши черные точки останутся у вас на носу. Так, девчонки уже собрались гулять, сегодня только вторник. Вот татуажа губ. У меня нет татуажа губ, у меня свои губы. А еще девочкам не можно делать лазерную пиляцию возле бекина. А еще девочкам не можно? Это вы кому пишете? Ты выглядишь супер, самое главное, что ты всегда ухожен. Ходишь за собой в любой ситуации. Я бы не могла сказать. Я не знаю, что для людей ухоженное. То, что люди моются, приятно выглядят. Слушайте, у меня иногда бывает шухер на голове, но при этом я всегда выгляжу хорошо. Потому что вообще я люблю, в принципе, немножко шухера. Не люблю, когда, знаете, все гладко вылезено, когда идеальны вот эти локоны. Я такое не люблю. Я в жизни, в принципе, такой человек, поэтому и на голове, и на голове, и на голове так же. Вот. Ладно, что еще? Ты станком пользуешься, или я станком пользуюсь? Какой у тебя рост? 170 на носу и остаются? Что остается? У вас точки уходят. Нет, вы, конечно, можете самих выдавить. Ну, или сходите к косметологу. Воспитание. Так держать, да. Когда дочка в первый класс? Моя дочка уже в четвертом классе. Лиза, привет. Была в Абхазии. Была. Лиза, это они тебя с Мэри путают. Она только что была в эфире на эпиляции. Собираетесь полететь еще на отдых? Еще не знаю. С чертиками. Уже нет этой темы. У тебя есть вросший волос на теле? Нет. Лиза, ты когда была беременна, пила кофе? Честно сказать, не помню. Я вам не отвечу на этот вопрос, потому что это было 10 лет. Уже 11 год пошел. Я не помню. Как только стану опять беременная, мы с вами пообщаемся на эту тему. Почему боишься дома быть? Уже не боюсь, все нормально. Я вчера поговорила с человеком, который меня наставляет. Мой наставник. Я вот так его называю. Арман мой наставник. И все хорошо. Я ничего не боюсь. Все прекрасно. Я его люблю, когда становится так. Изгиб Эль. Да, папа, у тебя клевый. Спасибо. Да, и многие девушки писали. Я не знаю, папа мой стесняется, конечно. Но да и в принципе мне сама предлагает папе. Я его скидала фотографии девочек. 24-27 лет. Ну как бы. Моя папа 54. Не знаю. Не знаю. Очень хороший цвет волос. Думаю, необходимости перекрашиваться. Вы с Мэри уживаетесь в плане быта? Да, вообще отлично, кстати, мы живем. У нас нет никаких... Мы в этом плане похожи, одинаковые. Вообще отлично живем. Вот если бы была моя сестра, то нет, я бы не уживала с ней. А с Мэри я уживаюсь. Как гулять без алкоголя? Сейчас я расскажу, как я гуляла. Поставьте для себя, что это кардио. Например, я ходила всегда тусоваться с друзьями. Я заказала воду или чай или кофе. Вот, танцевала и понимала, что это кардио. Двухчасовое кардио будет для меня. Раньше я курила кальян, могла заказать себе кальян. И это как бы, ну, просто курила кальян, потому что есть на ночь нельзя. Сейчас я не курю кальян, но я ем. Поэтому я заказываю себе что-нибудь подороже, потому что, чтобы не смотрелось, значит, чтобы просто пришли попить воду или чай. Какой-нибудь хороший стейк, мясо или устриц. Вот, и просто отлично гулять. Я думаю, настроение берется все-таки не из-за алкоголя, а просто... Ну, я в этот раз очень хорошо потусила, потанцевала. У меня много энергии, силы. И танцую я так же, как и если бы выпила. Или из-за тебя мучают панические атаки. Конечно, меня мучают панические атаки, так как я уже целый год не могу общаться со своим ребенком. И меня, конечно, мучают сны. В принципе, мое состояние всегда тревожно, почти всегда тревожно. Я уже мечтаю, когда я буду абсолютно спокойна. Ну, вот. Потому что, когда мне начинает что-то тревожить, я не могу понять, что именно в этот момент. Может, что-то случилось, а я об этом узнать не могу. Зато с утра не болеешь. А ты ведь почему не делаешь лазер? Я не знаю. Я, наверное, не делаю лазер. Я хочу пойти сделать его, потому что я хожу... Я люблю загорать. Я люблю, когда я загорела. И, наверное, если я поеду ближе к зме, в Таиланд, очень хорошо позагораю, что буду черная-черная, я приеду и сделаю его. Ну, вообще, нельзя загорать же с лазером. Про колоноскопию. Да ничего, я вырубилась, мне все сделали, все отлично. От кофе тоже понище. Меня от кофе прет, я поэтому люблю кофе в чистом виде. Я показывала вчера вам эти капсулы. От них очень хорошо тренироваться. Но, вам так скажу, одной капсулы мне мало, как там написано. Я всегда принимала три, потому что у меня штырит от кофе. От одной капсулы мне точно никак. Не возьмет, так как я постоянно сижу на кофе. Больше не было со мной паралича. Нет, я читала на ночь молитвы, и у меня все хорошо. Я думаю, что в нашей жизни ничего не происходит просто так. И то, что со мной происходит в течение года, это какой-то замкнутый круг, неудач. Вроде бы у меня, вы заметили, все хорошо, потом резко, когда у меня все хорошо, мне становится все плохо. И у меня со здоровьем постоянно проблемы были, с работой. Вот меня затянуло в этот бан. Как бы я раньше очень хорошо разрабатывала. Вот, пока у меня не случилась страница беда. Вот, потом и со здоровьем резко, и все. Развод, ну развод я не считаю бедой. Так просто должно было быть. И все это к чему-то меня вело. И потом скажу, к чему меня это все-таки привело. Как пережить расставание, девочки мои дорогие? Просто пережить, просто отойти в сторону. Начать жить. Почитайте литературу. Бронхитом. Я не знаю, где вы живете. У меня тоже был бронхит раньше. Но я переехала на юг, и он у меня исчез. Моя остальная 61 сейчас. Расскажи просто на паралич. Не хочу. Вчера была тема. Сегодня, да, спала. Как скинуть 2-3 килограмма? Ну, наверное. Попробуйте, не кушай даже после 6, и вы 100% скинете эти 20 килограммов. Клин клином вышибает не всегда. Ты не куришь. Нет, я не курю. Даже не курю кальян. Мне не надо. Я и так очень худая. Зачем мне пить чай для похудения? Я даже раньше не могла сказать, что в таком весе я очень худая. А вот сейчас, когда вчера меня Мэри снимала, я понимаю, что я очень худая. Да, конечно же, из-за того, что я набирала вес на булочках и пирожках, есть такое то, что тело не такое упругое. Ну, ладно, здесь нет жира, но вот здесь, да. Мы вчера смотрели, что такое, знаете, жилешинка. Вот. Ну, сейчас будем все это корректировать. Залп питанием. Раньше, когда я занималась, мышцы. Красота, не целлюлит. Всё. В общем, всё влажненькие ещё. Эти почти, что сегодня будешь... О, так прикольно, так прохладненько. Ммм. Очень хорошо. Заниматься чем сегодня будешь заниматься? Я пойду в зал. Я буду читать. Я буду смотреть этот сериал из 10 серий. Так. Про Библию. Ругательство, пальцы, дают эффект. Не знаю. Интересно, как нужна на носогубку? Все будут писать про усы. Да? Ну, какие-то, да, они будут... Мне подошли бы усики. Сейчас посмотрим. Не думаю. Я похожа на Поваро. Кто смотрел этот замечательный сериал? Как его звали? Я не помню, как его звали. Помню Поваро. Вот с такими усиками он ходил. Когда была маленькая бабушка, смотрела этот сериал. Мне кажется, я была бы симпатичным мужчиной. Ну, что? Эркюль. Эркюль. Вы же мои золотые. Сразу видно, кто здесь. Эркюль Поваро. Ну, у него усы были в другую сторону. У меня вниз. Больше, наверное, на Боярского похоже, да? А если такую бородку, то я думаю, что я буду... Турецкий какой-то... Царь. Ой, нет. Не получается. Таркан. Так, Чаплин. Чаплин тоже, да. Интересно. И Фредди Меркли. Мужкетер. Да, Чарли Чаплин. Гей. Господи, боже мой. Ну. Крыша едет, Лиза. Нет, это девчонки предложили мне. Видите, но я слушаю своих подписчиков. Не могла их не порадовать. Себя в мужском виде показать, что крыша едет. Как сидеть через Snapchat? Одевать всякие морды крышами едет. Сталин. Ребята, вы действительно... Когда меня спрашиваете про моих бывших мужей, мне чувство не могут быть к человеку, если я решила с ним ничего не иметь больше, что значит, у меня... Я ухожу только тогда, когда у меня ничего уже нет. Рядом с глазом пишут, что у меня какие-то пятны могут синяки после уколов. Да, не убирать. Я сама рожала. Кем зарабатываешь? Думала, кем работаешь? С кем зарабатываешь? Чем зарабатываешь? Какая ты шаболда? Ой, ты боже мой, посмотрите, какая девочка пришла к нам. Про этих мужей, да. Или поздно придет? Не знаю. Рассказ служанки. Я не смотрю телевизор. Мари поздно придет, Мари поздно придет. Спросите у Мари. Я пью кофе. Мерзкая, только себя любишь. А про дочку не думаешь. Запятую забыла поставить. Так, у меня на бровях нет. Я крашу брови, у меня уже ничего нет. Какая-то красавица без косметики. Ну, без фильтрами, мы все ничего. Ага. Что за звук? Это холодильник. Под глазами ничего не кололо. Девочки, прочитайте. Посты есть. Что я делаю сейчас у косметолога? Защемление. Так, мир. Вот, да, были. Как отдохнуть? Очень, что вам понравилось? Да, бодро мне понравилось. Считаю, это очень крутое место в Турции. В других городах что-то ездить, теперь не хочется. Я говорила, что мне там не нравилось. А бодро меня поразило, конечно. Очень круто. Какой объем ресниц? Слушайте, я уже говорила, что у каждого своя густота, девочки. И почитайте пост. Такая ты веселая, всегда поднимаешь настроение. Я сегодня невесенная, я сегодня блаженная. Я не худею. Кто вам сказал, что я худею? Я делюсь рецептами. Может быть, Лиза, пожалуйста, срочно. Что тебе срочно? Мне кажется... Я номерка, что я неправильно дала. А я что? Найди мой кошелек. А где твой кошелек? Где твой кошелек лежит? Где должна его искать? Вот где? Что, на который Мэри ходила? Не знаю. Подруга свою. Ау, спасать. Ау. 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 Так, Мэри, где он может быть? Все в норме. Здесь его потому, что не может быть твоего кошелька. Потому что ты свою сумку забрала, а в твоих сумках его нет. Ау, что? Ау. Так, что она там написала уже? Мэри, я не понимаю тебя. Так, Лиза, по-моему. Все, у кого нет? Нет твоего кошелька. В комнате он не лежит. В сумке твоей нет. Ни в одной, ни в второй. Так что где она может быть, подумай. На столе тоже нет. Все, твоих сумок больше дома нет. Только одна. Все хорошо. Нашла? Потому что он у тебя, скорее всего, в сумке. Плохо ковырялась. Да я поняла, потому что его дома нет. Мэри. Мэри просто малышка. Да ладно, я тоже все теряю. Я вчера пошла в зал и в первый же день уже потеряла свою карточку. Ну, что вы хотите сказать? Маша растеряши. Привет от Барнаула. Барнаула, привет. Ярослав, вы идете с моего прямого эфира. В голове у вас пустота. Вы больше не будете видеть наши пустые головы. Кто-то еще хочет написать что-то про Мэри. Так же пойдет. Ой. С моего эфира. Веришь в них? Нет. Это был не домовой. Я видела домового в детстве. Это был не домовой. Поэтому писать мне просто, что это домовые. Я в детстве видела домового. Домовой. Высокий мужчина. Его я видела. Это я не видела. Это я ощутила ноги. Почувствовала. Это совсем другое. Сонный паралич – это совсем другое. Поэтому мне не рассказывать. Я много чего в жизни видела. Поэтому о сонный параличах, да, многие написали, что кто спит на спине, у них часто бывает сонный паралич. И это действительно так. Атаки панические у меня периодически. Из Латауста привет. Очень красиво. Лиза, кто-нибудь Мэри замужем. Приветствовали, Лиза, тебя предавали. Друзья. Я не считаю, что в этой жизни кто-то предает. Я считаю, что в этой жизни просто люди отступаются и делают ошибки. Вот. Люди могут предать, но потом покаяться. Ну, потому что все мы совершаем ошибки. Адам же съел яблоко. Ребят, у всех есть выбор. Просто главное понять и простить. Всех прощать. Всех надо прощать. Не было у меня сонного паралича. Все у меня отлично. Нет, я не мою каждый день голову. И это вообще вредно мыть каждый день голову. У вас будет сальная голова. Если вы не помойте голову, если вы куда-то поедете, у вас будет сало. Потому что волосы привыкают. Ты верующая? Ну, если до недавнего времени я говорила, что я атеистская, но я верю в Бога. Но при этом я верю в Бога, но для меня Бог везде. Понимаете? Я в церковь не очень верю. Кто будет писать, что мой папа влюблен в мэри, тоже пойдет в блог. Как вы в такой мере здесь мне пишете? У вас башкой вообще все в порядке? Простить, а стоит ли общаться дальше? Но мы все люди ошибаемся, а также могут ошибаться в дальнейшем ваши дети. Ваш супруг или ваша жена. Это уже ваш выбор. Будете вы общаться дальше. Сможете доверять. Но я считаю, что всегда нужно давать шанс человеку. Потому что вы тоже человек. Я уверена, тоже ошибались. Поэтому вы должны чувствовать. Нет, если человек не кается, и он... То, конечно, нет. Если человек понимает, что он сделал плохо, то почему не дать ему шанс? Простите за папу, такой молодой, красивый. Но когда мне девочки пишут, что мой папа сексуальный, писать дочке, что папа сексуальный, ну, тоже как бы девочки. Я не знаю. Мне кажется, многие, может быть, не думают, но все-таки воспитание говорит о себе. Я бы не могла написать другой женщине, даже если бы мне понравился ее отец, что ее папа сексуальный. Потому что я своего отца не рассматриваю, как сексуальный объект. И мне как-то это даже было читать неловко. Потому что это... Ну, как-то даже не знаю, неправильно это. Хаюшки Лиза, ты очень хорошая и симпатичная, да. Надо выучить молитвы, молиться дома, искренне общаться к Богу. Он обязательно поможет и сохранит от зла. Я с вами полностью согласна. И все приходят в каком-то возрасте все-таки, наверное, к Богу. Кривозубая. Класс. Я никогда... У меня все мужья разные. По типажу как чайтист, тем более не буду искать. Это абсолютно не мой типаж. Вообще. И я считаю, человек должен быть хорошим. Этот человек должен быть моим человеком. А как он будет выглядеть, может быть, он будет лысый. Может быть, он будет и животиком. Может быть, он будет безумно красивый. Я не знаю, какой будет мой будущий молодой человек. Но он должен быть хорошим человеком. В первую очередь, как я. И для него должны быть все-таки ценности тоже Как у меня И явно ценности, не связанные с телом и с лицом Мой мужчина меня будет любить как личность, целостную личность, понимаете? И за мою душу, и, конечно же, как женщину, красавицу, конфетку Якубович, ваш типаж, у всех разные вкусы Но у меня не Якубович Почему ведет себя отвратно? Почему она не может быть собой, как ты, например? Я считаю, что пинчок как раз такая, какая она есть В ваших поступках люди будьте добрее и нежнее друг друга Да, люди много забыли вообще И многие люди для меня, знаете, как ходят ходячие мертвецы У которых уже давно их душа померла Злые Вообще не живут и не радуются жизни Просто нужно проснуться Вот я сегодня проснулась У меня отличное настроение Хотя я смотрю сейчас просто на улицу Погода такая не очень Вот как раз пойти в зал и позаниматься Послушать музыку Почитать Вот так вот Ну что еще сказать? Вот Я хочу купить себе бигуди Может быть я сегодня себе куплю бигуди И буду дома укладываться даже Как вы считаете? С Кемеровской области Я тоже хотела меня не расставить Почему не ставишь? Потому что я везде летала Меня не было в Москве Господи, каждый раз одно и то же объяснять Если честно, уже надоело Потому что ставят временные зубы Временные зубы могут выпасть И лететь с временными зубами Ну как-то не акти Если у вас выпадет передний зуб Где-то В ресторане Я никак не борюсь с паническими атаками Термо бигуди возьми Нет Помой волосы Потому что у меня не грязная голова Ты умничка начала ходить в зал Тоналкой пользуешься Да Я спала в итоге отлично Тоналкой я пользуюсь Но я чуть-чуть сюда Мне нравится мой цвет кожи Вот И мне не нравится Когда много наносят тонального крема Все-таки есть мимические морщины Уже все-таки как ни крути Тридцатка Хотя у кого-то они в двадцать три есть И в двадцать Вот Но тональный крем Когда его много наносят Знаете Я думаю, многие были у визажиста Они любят Как нафигачить вам тоналки И ваше лицо выглядит на сорок восемь лет Плохих таких сорок восемь лет Как будто вы пахали в поле И всегда были на солнце Мне нравится в зале заниматься Потому что я большую часть жизни провела в зале Вот Бегала Мне нравится 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 Вчера я работала, конечно, не с большим весом В том, что нельзя Сразу с большим весом Хочется, конечно Думаю, что да, я смогу Но, увы, нельзя Но мне нужен тренер Все равно заниматься тренером Потому что Я иногда отвлекаюсь Вы меня знаете Я могу с одной темой переключиться на другую Также в зале Я вот так вот сижу Делаю, делаю Что-то отвлеклась Начинаю делать неправильно И могу потянуть не в том месте Потом мне как даст погрыжа И могу потом недельки-две не спать Вот так вот Уголан Много знает Позвонили Скажут, что нет Была У кого Может У меня Дома себя убираешься Ну, чуть-чуть убираешься Так, конечно, ко мне приходит Женщина убирает Про нарученные ресницы Есть целый пост Ну, эти сны Что у нас Напугательнее Долго, да Мы слабо Когда мы спим Или патент Почему Не с папой живешь Я должна жить с папой Мне 30 лет Я не живу со своими родителями С 14 лет И желаю многим того же Пинчук или Мэри Девушка орая Что? Да Что за вопросы? Здесь у тебя уже были Милели шрамы после операции Нет Пожалуйста, почаще в эфир Убожаю тебя Слушайте Мэри и вместе Зал Нет, Мэри приедет Поздно Я пойду не с Мэри Я пойду с другом В планах Все в планах Но я сначала хочу Немножко привести Свой внутренний мир В порядок И мне кажется Что у меня Сначала нужно привести себя Знаете В порядок А потом уже заниматься Чем-то А давать последние Свои силы Нельзя Поэтому Если вы чем-то Занимаетесь Но вы понимаете Что вы внутри Опустушены Полностью Вы можете Отдать последние Силы На эту работу Но Вы же отдадите Все свои Последние силы И что с вами Останется Ничего хорошего Поэтому Нужно Заполнить Все Вот И уже Заниматься Делами Хотя Да Дела Это все-таки Деньги Ты понимаешь Деньги Это не самое главное В жизни Самое главное Это ваш внутренний покой Ваше состояние Поэтому Девочки Думайте О своем Внутреннем мире Вот Так прекрасно Никогда не рассказывай О маме В смысле Никогда не рассказывай О маме Спрашивают Рассказываю О маме Многие видели Мою маму Моя мама Отдыхает в Таиланде С детьми Она никогда Летом не бывает В Москве Она всегда улетает Удачи вам А на что жить Тогда Ну Умные люди Наверное Когда работают Они Все-таки Имеют Какие-то Финансы Откладывают Не верю Что есть люди У которых Нет денег Сейчас Вы сейчас Как питаетесь Я правильно Питаюсь Почему Когда мне пишут Я не бывшая Лешина Девушка Которая по нему Сходит в ума Или сходила То что Леша Меня разлюбил Это нормально То что Леша Там нашел Кого Это нормально Я не понимаю Почему Вас так трогает Эта тема Люди Женятся Люди Разводятся Также Люди Встречаются Люди Расходят Люди Влюбляются Люди Разлюбляются Я в этой жизни Любила не раз А любила Я не знаю Конечно Мне кажется Может быть Я не встретила Любовь Всей своей жизни Вот Но я не знаю Может быть Я вообще Не умею любить В принципе Все бывает В жизни Это же Прекрасно Меня больше всего Убивают люди Которые Думают о том Что их Должны Любить Вечность И многих Людей Задевает После расставания Именно то Что кто-то После него Нашел Сразу Быстро Кого-то Но это значит У вас Все в жизни Плохо Если вы Об этом Думаете То у вас Все Хреново Потому что Вы думаете Не о себе Не о своей Личной жизни А о жизни Своего Бывшего Молодого Человека Или мужа Или жены Вот Думайте о себе Ребят И это Так Прекрасно Думайте лучше о том Что у вас Никого нет Или у вас Кто-то есть И чем занимается Ваш партнер Ну уж явно Не о бывших Это такой бред Это просто людям Которым нечем заняться Я всегда удивлялась Таким Людям Я не люблю Алексея Уже давно И Я всегда говорила Что для меня Бывшие Это Это бывшие Как стул Привет Как дела Я ничего не испытываю К людям С которыми я была В браке Я не знаю Хорошо ли это Или плохо Но вот такой я человек Я могу как сильно любить Так же быстро Я разлюбляю Я не испытываю Чувств больше Это прекрасно Но для меня Это прекрасно Барбоскина Какая вам разница Кто у кого Разлюбил Господи Ну почему мне это Неинтересно А вам интересно Почему меня это Не трогает Да Я больше скучаю По Дому 2 Чем по Лёше Честно По эмоциям Которые там были Слушайте Я посмотрела Я смотрела проект Вот например Как я любила Гриценко Это же вообще Жесть Мне казалось В тот момент Что я действительно Его люблю Понимаете Я не могла Вот там я не могла Пережить предательство Его с Бузовой Ну там Я страдала Я тоже страдала Умирала Мне тоже казалось Что я люблю Ну это же так Сейчас вспоминаю Это смешно Также я вспоминаю Про все свои отношения Думайте что Я не встречалась С мужчинами Не была в них Влюблена безумно Мне Мэри Чего рассказывала Как я любила Одного мужчину И как я плакала Умирала Мне казалось Что в эту секунду Я умру Когда мы расстались Просто я лежала И думала Что я умру Я уже не помню Таких чувств Слава Богу Последнее расставание С Лешей Было такое больное Я помню Не вот это расставание А то расставание Это мне было уже Все равно Что я думала Что я умру Я не хочу таких Чуть больше Нет лучше Пускай мужики любят Лет сколько Тридцать дней лет Тридцать дней лет И сколько будет У меня еще Мужей Я не знаю Наверное будет Один единственный Или не будет Вообще Что бы хотела Изменить в себе Леню брать Я ленюсь Когда у меня апатия Я становлюсь Ленивой Мэри моя лучшая подруга Да Как пережить это Как будто Я не знаю Ладно Кто умирал от любви Только кто Наверное с собой Я не знаю Что ты делал Я не понимаю Как можно умереть От любви Любовь приходит И уходит Я тоже ленива Нет Ты не ленивая Ты работаешь Ты молодец Ты заработала Сама себе на хату Ты молодец Не рассказывай мне Про свою лень Ты работаешь Чтоб я как ты Выходила Сниматься столько часов Я в жизни не буду Я задница А ты не ленивая Чего вы там Наобщались У меня приходили Сообщения Я видела Вы собрались За той И те Ногти у меня свои Они коротенькие Я же показывала У меня вчера Отвалились ногти Какой год до два Ты рассказывала Что ты там работала Когда переехала В Москве И там Ничего себе Года два Ага Рассказывай мне Ты везде проработала А я нигде не работала До этого То есть Настоящей любви И существует У каждого Своя любовь У вас может быть Своя любовь У меня может быть Любовь к моим детям И к людям Может проявляться А мужчина Это временная вспышка Я не знаю Каждый человек разный Вы меня не можете Подозу к ребенку С другими женщинами Правильно Все люди разные Есть женщины Которые проживают Брак Всю жизнь Живут с одним И может даже Умирают в один день С любимым мужчиной Я не знаю Что такое любовь Я пока не встретила Того мужчину Чтобы я вам Сказала Что это любовь Всей моей жизни Что я вот чувствую Что все Все Это навсегда В какой-то период Ты можешь это чувствовать Первый год отношений Когда у вас все замечательно Вот Вы все знаете Что первый год Два Все прекрасно А потом начинаются проблемы И ты уже начинаешь задумываться А то ли это Хотя мне кажется Уже Встретить Одного Не очень-то Можно В смысле Не будешь открываться Мужчинам Я открываюсь Всем людям Я не собираюсь Закрываться Я такая Каи есть Если я открытый человек Я открыта Ко всем Но понятное дело Что даже сейчас На протяжении Сколько времени Я развелась В феврале Мы перестали общаться Может Апрель Май Июнь Уже полгода Я не встретила Человека Который Не знаю Меня вообще Кто-то зацеплял Ни то не цепляет Ни с кем не знакомлюсь Ни с кем не общаюсь Нет Понимаете Есть просто разные люди В моей жизни Есть люди Которые просто Я там Хорошо отношусь И Но нет такого Что я встретила Я думала Господи боже мой Это мечта За полгода Я например Не встретила Я не знаю Может через 2-3 года Встречу Чего-то человека Как может быть тяжело С таким бюстом Я не знаю Мне никогда не было тяжело Поэтому мне не может быть тяжело У меня звук большая Будь с 18 лет Спасибо Кто-то пишет шикарно Кто-то пишет Я пишу Выбежу ужасно Шампунем в конце Как пользоваться Мешаю у вас Обычным шампунем Мудрая прекрасная Да Мужчина не для здоровья Получается Мужчина есть для здоровья Ну я даже не могу назвать Мужчина для здоровья Не знаю Есть он для здоровья Или нет Потому что мы редко Видимся Очень Наверное У меня Нет Для здоровья Мужчины нет Постоянно Чтобы каждый день У меня был Хотя бы раз в неделю Нет Такого у меня нет У меня Очень С этим все Мне кстати Очень даже Перехотелось У кого такое было Что не хочется Не хочется Вы заметили Что нет Видео моих бешеных После развода Было прям Бешенство У меня конечно Я снимала Видосы Белье Мне так хотелось Любить Резиновые друзья Сейчас Абсолютно ровно Отношусь Пересмотрела немного Пересмотрела Мне не хочется Даже как-то Не знаю Мне нет фотографий В нижнем белье Последнее время Я Как-то так Скромно Скромная стала Скромная девушка К этому привыкаешь Да Я думаю Что я могу Привыкнуть Я уверена Что сейчас В данный период жизни Я займусь Сейчас саморазвитием С собой Опять Я не буду Лучше об этом говорить Кто-нибудь Опять-то Насглазит Ладно Я не верю В это Вот И Смогу год Точно Через сколько Ты забеременела Через год Я никого не ищу Самое интересное Что я не ищу У меня есть человек С которым Мне нравится Проводить время Общаться Да Мы давно знакомы Как бы Больше Детри года Мы знакомы Когда человек родной Тебе Как-то Да Вот По душе После развода Например Я знала Что у меня есть человек Который Мне родной И которому я Очень нравилась В свое время И мы созвонились Мы при этом общались Нет-нет Периодически Просто как дела Он сдал меня С праздниками Поздравляли Вот И просто человек Меня поддержал В трудный момент В моей жизни И все Это В первую очередь Наверное Друг Это друг мой Я очень люблю Мужчин и друзей Мужчины и друзья Вы намного лучше Иногда мужчин Которые ухаживают Поэтому я очень люблю Дружить с мужчинами У меня родители Давно в разводе Очень люблю Дружить с мужчинами И мне повезло Что У меня хорошие друзья Парни Так Нет Почему Минер Мальчик Все думают на него Арман Мой наставник Арман Мой друг Который меня вытаскивает Психологически И Да в принципе Я Знаю Что Арман На самом деле Это тот человек Который нет Человек Который Наверное Меня не оставит В тяжелую минуту Не наверное Не оставит В тяжелую минуту Он меня очень поддерживает Но он больше Даже как психолог На меня действует Арман Очень интересный Матый человек Начитанный Звук Редактор субтитров Корректор А.Егорова Продолжение следует...